Вдали слышен нарастающий гул. Это ведут двух отроков, предназначенных в жертву Перуну. Иступленная толпа окружает их. Не помня себя, охваченной жалостью к несчастным, Руальд бросается вперед и отводит занесенный над их головами меч. Грозно наступают на Руальда жрецы. Разгневная толпа готова расправиться с дерзким пришельцем. Но громкие звуки труп возвещают о прибытии князя. И народ устремляется к нему навстречу. В остольном граде в Акиеве у ласкового князя у Владимира, У Владимира князя у солнышка, заводился у него почестной пир На многих, на князей, на бояр, на русских могучих богатырей. И все на Перу и сыты, и пьяны, и веселы. В своем обширном терему князь пирует за большими накрытыми столами, Окруженный дружинниками, богатырями, стольниками, чашниками и прислужниками. Девушки плавно водят хороводы, пляшут скоморохи, Петух, разукрашенный разноцветными перьями, с выпученными глазами, Цапля с бородой, медведь с разинутой пастью, коза с золотыми рожками. А княжой дурак, веселый скоморох, чтобы потешить князя, Заводит свою песенку. Гости славят князя.